Итак, здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Аркадий Романович и в эфире торговля перед новостями. У нас буквально через, давайте я сейчас посмотрю, по-моему минут 5-7, данные по Великобритании, индекс потребительских цен, инфляция. Ну, опять же, знаем, что данные столь важного значения, сам факт этих данных не имеет. Поэтому сейчас мы посмотрим на график и попробуем прочитать возможные настроения участников. Кстати, мне еще интересен вот этот блок событий. Он будет у нас, получается, через 37 минут. Вот. Ну, возможно, уже к этому времени мы закончим с вами. Как раз-таки мне вот эта информация может понадобиться для торговли по индексу DAX. Итак, давайте по фунту посмотрим на несколько пар. Я, в принципе, планирую работать и по индексу британскому. Да, мне сейчас нужно посмотреть и принять взвешенное решение о том, надо ли входить в рынок. Да, теперь мы посмотрим фунт франк. Так, посмотрите, действительно, медвежий, медвежий, медвежий. Кстати, фунт франк сделал новый лоу на меньших таймфреймах. И все дальше и дальше снижается. Хотя у него в скором времени будет точка разворота долгосрочная. Но еще рано пока. Кстати, вот что интересно, если внимательно посмотрите, на меньший таймфрейм, да, рынок сопротивляется в этой области, не хочет идти ниже. Но пока явных здесь сигналов нет. Давайте фунт австралиец. Кстати, фунт вообще на всех графиках находится очень-очень низко, очень дешево. Я знаю, что некоторые из вас даже сидят в просадках, накупили британца. Вот. Не совсем понимаю, даже если вы купили, то почему не стоит стоп у вас, коллеги? Вот это странно очень. Тем более против такого страшного тренда. Так, ну, бай. Я покупатель по фунту австралийцу, по британцу и, соответственно, продавец по индексу британскому. Причем, что интересно, британский индекс достиг очень-очень-очень таких высоких значений. Если вы внимательно посмотрите на структуру, мы дошли до многолетних пиков, пиков именно сопротивления. Да, посмотрите. Предыдущая структура, если даже не ошибаюсь, была попыткой, судя по всему, на предыдущей неделе мы с вами попытались пробить. Вот я обращаю внимание на эти пики. И очень интересно, кстати, здесь тоже может быть трейд. Трейд на сел, как и по индексу DAX в том числе. Трейд на сел. Инекс DAX с утра уже активно себя ведет, активно снижается. Так. Давайте фунт бакс. Вот единственное, что мне здесь не нравится, это то, что фунт подрос немножко раньше времени, да. Кстати, я забыл сказать, что по фунту закончилась мощнейшая модель Гартли, опережающая модель. Мы вчера с клиентами ее разбирали, вот сегодня она как раз завершилась. Да. Одна из самых известных моделей, да, одна из самых крутых. Кстати, еще раз говорю, по вот этим моделям впервые у меня будет курс групповой в сентябре. Пока дата, не могу назвать, но ждите, будет очень круто. Так, ну, давайте, наверное, купим. Купим британца, потому что продаж здесь нет, да. Мы давно рассматривали эту зону в качестве покупок, да. Вот этот бокс в районе 28,800, 28,500, чуть повыше, чуть пониже, да, достаточно сильная зона. Давайте войдем. Небольшой объем не будем здесь жадничать или, знаете, пытаться там урвать куш, но все равно мы торгуем по британцу в какой-то мере против движения цены, да, и я, соответственно, возьму объем довольно небольшой для себя. Итак, покупаем британский фунт. Вот, да, причем позицию я закрою, если цена нарушит вот эти лоу, да, пробьет и уйдет ниже. Да, мне не будет смысла держать позицию. Соответственно, цель фиксации прибыли мы поставим, давайте посмотрим, где у нас есть такая общая трендовая, хотя вот рынок не так далек от этой трендовой, и здесь, я смотрю, расстояние-то оно не такое большое, да, по факту. То есть мы тоже эту трендовую должны уважать в какой-то мере. Да, пожалуй, вот тейк-профит высший-то я и не могу поставить. Но можно, конечно, доливать, если пробьем кластер. Здесь есть хорошая зона сопротивления, но до нее тоже далековато. Хотя можно и попробовать вот подержать позиции куда-нибудь в район тридцатки. 1.30 с копейками даже, где-то пунктов 700 здесь попробую взять. Давайте где-то пунктов 7... Ой, стоп-стоп-стоп-стоп. Отменить тейк-профит. Давайте где-то на пунктов 700 попробуем поставить... Да, сейчас 1.29300. Давайте 1.30 тейк-профит поставим с вами. Мало ли там сейчас как вверх улетит. Да, и мы с вами... Другие скажут, почему бы не войти в большим объем, если вы не то что уверены, но видите сигнал на байт. Ну зачем? Это все равно рискованно. И вы сами знаете, что не всегда можно быть правым в данной ситуации. Но практика показывает, что в большинстве случаев это возможно увидеть заранее. Ну, задача здесь не то что скорее заработать, да, а действовать согласно своему плану. Кстати, здесь Cypher, опережающая модель, она закончится вот здесь, коллеги. Больше похоже на Cypher. Я сейчас проверю, конечно. Тоже крутая модель на Sell. Она заканчивается, где мой тейк стоит как раз. Сейчас мы, кстати, перейдем на Index. Да, очень похоже на Cypher. Index UK у меня остается буквально несколько минут. Причем можно купить либо фунт-доллар, либо фунт-австралийский. Но мне вот фунт-доллар больше нравится для long позиций. И вот давайте к UK. Остается буквально минута. Попробуем продать UK. Аккуратно. Тоже возьмем небольшой объем в один лот. Сейчас еще раз проверю свои чувства. Нет, давайте UK мы оставим в покое. Все-таки фунт есть, и этого достаточно. Знаете, когда начинаешь входить в раш, это очень опасно. Эмоции зашкаливают. И давай там, давай там, давай там. Тут везде хочу успеть. Да, очень опасно. Это опасная привычка, я вам хочу сказать. Причем, судя по всему, и BCD у нас закончился здесь. Вот в этом промежутке. Сейчас я посмотрю. По крайней мере, похоже. Да, завершилось движение очень важное. Давайте смотреть уже 30 минут. Я не удивлюсь, если вообще никакой реакции на рынке не будет. Ну, чуть-чуть подрос, и все, да. Ну, я традиционный такой трейдер, который любит резкого выхлопа, да, в ту или иную сторону. Давайте посмотрим вообще, что вышло. Какие данные. Ну, ничего, кстати, не вышло существенного. Разницы какой-то колоссальной нет. Ну, вот я говорю, меня будет все-таки вот по Германии интересовать. Я думаю, что DAX должен как-то на это отреагировать. Ну, вот, хотя, опять же-таки, фондовые индексы, они себя ведут иногда довольно скромно. Давайте UK. Может быть, какая-то реакция. Нет, UK как-то совсем. Подернулся и все. Такие валюты получше себя ведут, поувереннее, да. Ну, посмотрим, чуть-чуть подождем. Все-таки рассчитываю на Cypher, да, который еще не завершен. Давайте посмотрим, где у него точка завершена. Да, как раз где мой Take Profit стоит, там его точка. Чуть-чуть. Причем, вот тот лонг, в котором я сейчас, это лонг еще и по модели Гартли. И по факту я могу сидеть в позиции по правилу использования этой модели, вот, как минимум до этой точки. Вот здесь, как минимум. То есть, здесь количество пунктов у меня будет поболее, где-то уже 1500, да. Это вполне достижимое значение. Да, так что очень интересно. Но, учитывайте, что на рынке очень сильные медведи. Пока, как бы, ну, двойное дно имеет место быть. Вот что я заметил по британцу, фунт-доллар, фунт-франк, ну, пока, по крайней мере, да, фунт-новозеландец. Везде двойное дно, двойное основание. И это очень интересно. Причем, что любопытно, если мы вот здесь образуем вот такую же бычу, которая имеет место быть сейчас, если свечка так закроется, нарушив двухдневный диапазон. Это хороший поиск покупок для, и какая-то надежда для тех, кто все-таки сидит в шарте и не поставил стопы. Причем, вот покупка, где я сейчас провожу линии, вот здесь покупка у вас будет. Если закроется вот так, это очень важно, да. Если закроется, здесь бай, причем стопы вы поставите чуть ниже лоу. Можно поставить чуть ниже вот этого лоу, да. У вас достаточно короткий риск. Где-то, я думаю, пунктов 700, да, 700-800 пунктов. И поставить тейк-профит туда-туда повыше. Ну, как минимум, вот к трендовой хотя бы, вот к этой зоне ценности. К трендовой, и здесь структура еще небольшая вот есть. Вот сюда куда-нибудь загнать. И это тоже будет правильно. Вы получите просто колоссальный 700 риска на потенциально 3000 прибыли. Но это не на один день, имейте в виду. Но вы покупаете дешево. И по причине, по критерию, да, модель Гартли сильный критерий. Но, еще раз говорю, против движения цены. Это очень важно понимать. Вы контр, так сказать, контр-трендовый трейдер, да. Давайте UK посмотрим. Ну, нет, UK вообще никак не реагирует. Свечки, хвосты. Но бычий рынок действительно сильный. Фондовые площадки сейчас очень хорошо себя чувствуют. Хотя вот здесь мы видим достаточно сильную структуру, да. Мы видим сильное, видите, расстояние большое между сопротивлением ближайшим. Видите? И, видите, вот этот лак. Вот этот лак говорит о том, что не дали цене опуститься ниже. Даже не хотят дешево покупать. Готовы брать дороже. Вот здесь настолько жадные, что готовы, я извиняюсь за вражение, хапать все, что можно и нельзя. Причем фондовым площадкам свойственна очень часто вот такая модель. Пока у нас фонд-доллар минут пять еще пообщаемся, посмотрим, как будет развиваться. И закрывать позицию уже, наверное, не буду. Смысла нет. Ну, подержу. Соответственно, вот такая структура, возможно. Я жду от фунт, точнее от UK, да, британского индекса, вот такой формации. Можно сказать, что она уже здесь что-то рисует, но хотелось бы увидеть сюда, сюда и затем вот так. И вот так. Вот это идеальный шорт. Причем идеальный шорт в такой вот манере, долгосрочной, чтобы посидеть, прям посидеть, посидеть. Потому что следующая структура, которая мне может быть интересна, вот здесь. Да, где рынок с очень большой долей вероятности сделает паузу и остановится, потому что очень крутая зона поддержки. Да, и здесь еще паттерн, я так понимаю, должен быть какой-то. Сейчас проверю, конечно, потому что я ошибаюсь. Нет, нет, здесь нет. Нет, ошибся. Соответственно, пуллбэк вот сюда и затем вот сюда. Стоп-лос где-нибудь здесь, тейк-профит здесь и посмотрите, что вы за это получаете. Просто невероятно круто вы получаете риск прибыли. И фондовые площадки так любят делать. Если продать здесь, после того, как цена вернется, уйдет чуть повыше, то стоп можно здесь поставить. Но при этом у вас нет нового лоу, вам нужен новый лоу. И это ки, да, это ответ, ключ к тому, что рынок хочет дальше делать. Вот и все. И новость никакая не имеет значения. Еще раз говорю, никакого значения. Это драйвер просто. Это толчок для цены. А куда будет толчок? Вот это как раз задача трейдера. Если вы можете прочитать, то прочитать. Если не можете, ставьте в стороне. Если есть позиции, то их переводить там без убыток. Либо как-то, ну, управлять своей позицией, чтобы не попасться на какое-то интенсивное движение. Тут масса вариантов. Да? Но не пытайтесь торговать все и быть везде. И успевать на все движения. Я иногда пропускаю такие шикарные движения. Потом грызу себе локти. Но при этом не пытаясь кинуться. А как бы компенсировать пропущенное движение. Это очень глубокая психологическая такая ловушка. Да? О, я пропустил. Да, я сейчас компенсирую. Вам хочется. И вы прям себя толкаете сами. Как говорится, у вас живут два волка. Да? Темный и светлый. Вот если вы темного кормите, то и, соответственно, он у вас процветает. Извиняюсь за выражение. Жиреет. Да? Развивается. Если у белого, то, соответственно, белое. Так что кормите белого светлого волка. Да? Светлого волка примитительно к нашей профессии. Это как раз абсолютно трезвое восприятие. Да, не надо от рынка ждать, что он вам сейчас, знаете, подаст. Да? И упадут на вас все профиты. Нет. Не ждите профита от рынка. Просто делайте свое дело. И будет вам счастье. Давайте британцы посмотрим. О, хорошо. Все. Почти тейк. Ну, сайфер завершается. Скорее всего, сейчас может произойти откат. Но уже все равно. Конечно, когда сидишь и думаешь, блин, ну вот ты тоже. Зачем таком объем взял? Надо было пятью лотами входить. Да? А потом, если бы цена мне не спошла, я сказал, блин, ну зачем так сделал? То есть, вот это очень важно. Не корите себя никогда. Не злитесь на себя. Сделали-сделали. Все. Не это самое. Как его? Не грозите. Все. Ошиблись. Ошиблись. Проглотили это все. Исправьте ошибку. А если вы продолжаете, то же самое. Продолжайте не ставить стопы. Ну и думаете, будете зарабатывать. Скорее нет. Ладно, коллеги. Все. Прощаюсь с вами. Еще раз напоминаю, что мастер-класс в четверг. И будет 25-го в четверг. Да? То есть, у нас один мастер-класс мы разделили на две части. Чтобы была теоретическая с практикой. И вторая только практика. То есть, я буду разбирать каждого из вас. Да? И почему вы не зарабатываете деньги. Все, коллеги. Прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Продолжение следует.